Привет, друзья! С вами снова Кирилл. Сегодня поговорим о полезной фразе, которая очень распространена в разговорной речи. Предположим, ваш друг предлагает вам посмотреть интересный, с его точки зрения, фильм. Но вы не любитель такого жанра, и у вас нет желания тратить два часа своей жизни на этот фильм. Вы можете сказать I don't feel like watching this movie. Буквально это значит, я не чувствую так, чтобы смотреть этот фильм. По-русски мы скажем I don't feel like watching this movie. Наш первый пример отрицательный, но, конечно же, эта фраза употребляется и в утвердительных предложениях, и в вопросах. To feel like doing something значит хотеть, быть в настроении делать что-то. Давайте рассмотрим несколько утвердительных предложений. I'm so happy. I feel like singing. Я так счастлив, что мне хочется петь. Обратите внимание, после слова like употребляется герундий. I feel like doing something. Не do или to do. I'm so happy. I feel like singing. The movie was so sad, I felt like crying. Фильм был такой грустный, что мне хотелось плакать. The movie was so sad, I felt like crying. При помощи фразы feel like doing something можно спросить, хочет ли кто-то что-то делать. Например, Do you feel like going for a run? Ты в настроении пойти на пробежку? Do you feel like going for a run? Do you feel like celebrating your birthday this year? Ты хочешь в этом году праздновать свой день рождения? Do you feel like celebrating your birthday this year? Do you feel like taking a nap? Хочешь немного вздремнуть? Do you feel like taking a nap? Также эта фраза очень часто употребляется в отрицаниях. Я не в настроении сегодня вечером готовить. Давай закажем доставку еды. I don't feel like cooking tonight. Let's order some takeout. I didn't feel like talking to him. Мне не хотелось с ним разговаривать. I didn't feel like talking to him. Еще пример. I'm exhausted. I don't feel like celebrating. Я очень устал. Я не в настроении праздновать. I'm exhausted. I don't feel like celebrating. Иногда можно встретить и такие предложения. I feel like a cup of coffee. Как вы поняли, это не значит, я чувствую себя как чашка кофе. Это значит, мне хочется выпить чашечку кофе. I feel like a cup of coffee. I feel like pizza for lunch. Мне хочется пиццы на обед. I feel like pizza for lunch. В этих случаях предложения упрощаются, и герундий выпадает. Их полные версии звучали бы следующим образом. I feel like drinking a cup of coffee. I feel like eating pizza for lunch. Также, возможно, и такая версия предложения. I don't want to go for a walk. I don't feel like it. Так как в первой части предложения уже упомянуто действие, которое не хочется выполнять, чтобы избежать повторения, вместо going for a walk, мы просто используем it. Полная версия звучала бы так. I don't want to go for a walk. I don't feel like going for a walk. Еще пример. We can stay home tonight if you feel like it. Мы можем сегодня вечером остаться дома, если тебе этого хочется. Такая же история. Чтобы не повторять очевидные слова, употребляем it. We can stay home tonight if you feel like it. Если вы хотите хорошо запомнить эту фразу, обязательно составьте с ней примеры и напишите их в комментариях. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Ссылки на другие интересные материалы вы можете найти в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok